Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы продолжим сегодня разговоры Евангелия от Марка, 12 глава. Здесь продолжается рассказ о тех встречах и дискуссиях Господа Иисуса в основном с фарисеями и саддукеями, с храмовой верхушкой, религиозными вождями, которые происходят в дни, предшествующие аресту, смерти и воскресению Христа после его входа в Иерусалим, когда Господь, как мы уже говорили в прошлый раз, днем приходит в город на ночь, уходит из него вместе с учениками, потому что оставаться в городе слишком опасно из-за угрозы немедленного ареста. И вот в один из таких дней, придя в Иерусалим, Господь говорит людям, которые его слушают, в том числе и вот этим членам Синедриона, говорит им о том, что на самом деле происходит в отношениях между Богом и его народом, говоря, что вот виноградник, который господин виноградника, владелец, создал, насадил, обнес стеною и удалившись, отдал слугам, чтобы в свое время получить его плоды. Для всех слушающих вообще не возникает вопроса о смысле, потому что все они привыкли с детства, что виноградник Господа Саваофа – дом Израилев, и сына Иуды – любимое насаждение его. Таким образом, это совершенно прозрачная картина для слушателей. Они понимают, что речь идет о Боге и его народе. Восходит это еще к Исаии Иерусалимскому, автору первой половины книги Исаии, который использовал этот образ и эту притчу, во многом похожую на то, что потом говорит Иисус, аж почти за 800 лет до евангельских событий. И вот Господь говорит слушающим о том, что когда наступает время принести плод, когда наступает время откликнуться на призыв господина виноградника и предъявить то, что же все-таки этот виноградник для Бога произрастил, оказывается, что никто не хочет отдавать эти плоды. И когда Бог посылает сына своего, от которого уже не отвертишься, люди предпочитают его убить для того, чтобы то, что, как им кажется, им принадлежит, Богу не отдать, для того, чтобы жизнь была устроена по каким-то, кажется, меркам божьего виноградника, но без Бога, но для себя, для своих целей. Оказывается, что никто не готов и не способен отказаться от своих привычек, взглядов, обыкновений, для того, чтобы услышать Бога, Который обращается к людям непосредственно. И вот рядом стоят эти фарисеи, которые не готовы пересмотреть свои взгляды, потому что это надо сделать в присутствии Иисуса. Да, и ведь все же понимают, что Иисус проповедует царство, которое пришло прямо сейчас в нем, и говорит об этом царстве заметно иначе, чем фарисеи. И при этом его воздействие на личности, да и чудеса, которые он совершает, тоже о них известно многим. Вот в его словах действительно, как пишут евангелисты, дается людям возможность услышать его, говорящего как власть имеющий. Вот фарисеи, которые не готовы отказаться от своего почетного места ради того, что говорит о Боге Иисус. А уж саддукеи, для которых это чревато потерей дохода от всех храмовых операций, тем более не готовы к этому. И Иисус спрашивает окружающих, ну хорошо, как вы думаете, по-человечески рассуждая, как Бог на это будет реагировать? И когда ему на это люди отвечают, а как тут можно отреагировать, выгнать этих слуг и отдать виноградник другим, тогда уходят от него иудейские вожди, которые побоялись народа, хотя и хотели его схватить, потому что поняли, что эта притча у них действительно очень важная, потому что в ней мы видим, насколько драматичным иногда для нас оказывается вот этот призыв услышать Бога, несмотря на то, что он не такой, как нам было бы удобно. Когда же толпа несколько рассеялась, снова некоторые из фарисеев и книжников подсылают к нему своих, так сказать, представителей для того, чтобы все-таки уловить его в слове и создать почву для обвинения. Они спрашивают его тоже с таким лживым подобострастием, говоря, что там, учитель, мы знаем, что ты там истинно пути Божьему учишь, а вот скажи нам, надо ли платить налоги кесарю, потому что, ну, дело даже не в том, что налоги были грабительскими, в конце концов, они всегда грабительские, а дело было в том, что это были языческие власти, оккупанты, которые обирали все оккупированные страны, народ Божий в том числе. Подать кесарю была для этих людей в первую очередь таким осязаемым проявлением несвободы и осязаемым проявлением того, что все происходит против обещания Божьего, не по воле Бога. Стало быть, для людей религиозных в то время платить, подать кесарю – это не просто деньги, которых жалко, но это действительно вот такой знак отторгнутости от Бога. И если Иисус скажет, да, надо ее платить, значит, его можно представить предателем не только интересов трудового народа, но и предателем веры отцов. А если он скажет, нет, не надо платить, подать кесарю, то тогда еще проще можно донести на него римским властям и, собственно, вопрос решится сам собой, потому что бунтовщики в подобной ситуации почти неминуемо должны были быть казнены. Поэтому этот вопрос действительно достаточно подлый. И вот Господь отвечает этим книжникам, которые пытаются докопаться до какой-нибудь возможности хоть как-то его обвинить, говорит, ну а если эта монета, на ней кесарь изображен, значит, она кому принадлежит? Дело в том, что в то время изображение в первую очередь считалось своего рода печатью собственника. И все то, на чем изображен кесарь и на чем изображали кесаря, ну, в общем, было принято считать принадлежащим кесарю. Поэтому Господь говорит, ну хорошо, это вот там кесарю принадлежит, ему отдайте. Но отнюдь не только это, отвечает Иисус, он говорит, отдавайте кесарю кесарево, а Божию Богу. И здесь вообще говоря, необходимо задумываться о том, что принадлежащее Богу, что это такое? В конце концов, знаете, тоже ведь большой вопрос, может ли принадлежать что-нибудь кесарю, который сам тоже принадлежит Богу. Но это в каком-то смысле второстепенная вещь в этих словах Христа. А важно действительно то, что он говорит, хорошо, отдайте Божию Богу, это по-настоящему важно. А то, что принадлежит кесарю, где-то за скобками. Что такое Божье? Что нужно отдать? Что тот плод, который слуги в винограднике в предыдущей притче Христа не отдают господину виноградника? Верность, доверие, послушание, любовь к ближнему. Вот где-то в этой сфере, видимо, находится то, что имеет в виду Господь Иисус. А в другом споре с фарисеями он говорит о том, что вот вы там даете десятину смятой, а не с ритмина, а забыли главное в законе суд милости веру. Собственно, под судом в данном случае имеется в виду справедливость, правосудие. Справедливость, милость и веру. Вот так выражается сам Иисус. И то Божие, что надо отдавать Богу, именно это. Отдаете ли вы это Богу? Спрашивает он этих фарисеев и книжников. И сказать им нечего. Они предпочитают уйти, чтобы опять-таки не выглядеть смешными в глазах окружающих. И важно, конечно, что в логике высказывания Иисуса, если человек отдает Божие Богу, то в конце концов там подать кесаре есть или нет, и что с ней делать, становится совершенно маловажной вещью. На этом разнообразные люди, концентрирующиеся вокруг Синедриона, не оставляют своих попыток. На этот раз к нему приходят судуки, которые, как известно о них, не верили в воскресенье мертвых, и поэтому пытаются предложить Иисусу такую нелепую задачу, чтобы было видно, что воскресенье мертвых — это полный абсурд. Спрашивают его, что ну вот так как, если по нашему закону там право Ливерата существовало, и вот там был человек, у него была жена, он умер бездетным, его брат женился на его жене, даже в данном случае уже не так важно, как работал этот закон и зачем он был нужен. А важно, что они говорят ему, ну вот как, все воскреснут, а чья она будет жена? Чья она будет жена? И тоже удивительно, как Господь Иисус не принимает этот уровень рассуждений, а предлагает им посмотреть на Бога и говорит, там вообще все не так, в Царстве Божьем вообще по-другому, там не женится замуж, не выходит, пребывают как ангелы. Не важно, вы все равно, говорит он, тем самым вряд ли поймете, сможете себе представить, что там происходит между людьми. А важно, что Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых, как он сам о себе говорит. Моисею, я Бог Авраама, Исаака и Аква. Помимо того, что он обличает Саддукеев в некоторой противоречивости и, я бы сказал, примитивности их догматических представлений, помимо этого важно, что он говорит об Отце Небесном как об источнике жизни. Бог есть Бог не мертвых, но живых, и это значит, что те, кто уже умерли и предстоят Богу, от Него получают свою жизнь. Источником воскресения для людей является Бог. И этот источник до такой степени переполняет все человеческое, что оно вообще как-то преображается, отодвигается на второй план, и вряд ли мы поймем, как это все работает. И дальше, видимо, кто-то из стоящих рядом книжников, которые вовсе не все, совсем не все, одобряли такие попытки поймать Иисуса в споре и обвинить его в предательстве веры отцов, в абсурдности учения или в противоправительственных каких-то поползновениях. Вот этот книжник подходит к нему и, может быть, из последователей Гилеля и говорит, а что по-настоящему, с твоей точки зрения, в законе важно, что главное? На что Иисус говорит, вот первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. И вторая заповедь, подобная ей, люби ближнего, как самого себя. И этот самый книжник говорит, да, ну, конечно, да, действительно, вот это так, вот это всерьез разговор о законе, это тот разговор, которого этот человек и ожидал услышать Иисуса от Иисуса. Он говорит, хорошо, учитель, ты сказал действительно правду. И вот такому человеку, пусть он и книжник, да, пусть он там как-то принадлежит к все той же злокузненной корпорации, которая пытается довести в данный момент Иисуса до гибели. Иисус говорит ему, ты недалек от Царства Божьего. Но на этом все эти дискуссии не останавливаются, потому что дальше следует несколько непростой для нашего понимания момент, когда Иисус сам обращается, продолжая учить в храме, сам обращается к книжникам и фарисеям, в первую очередь даже скорее к фарисеям, с вопросом, на который у них нет ответа. Для нас сегодня вопрос звучит слегка странно, потому что Иисус говорит, спрашивает их, чей сын Христос? Они ему говорят, вот Давидов. На что Иисус говорит, а как так может быть, если Давид в псалме, движимый Духом Святым, говорит, обращаясь ко Христу, сказал Господь Господу моему, сидя одесну и меня. Дело в том, что для фарисеев и, по-видимому, для книжников, и, может быть, для стереотипных представлений израильтян того времени вообще, но без сомнения для фарисеев и книжников никто не может обратиться к своему потомку как к своему господину. Предок выше, предок больше. Поэтому ситуация, когда Давид обращается к своему потомку Христу, говоря, Господь, сказал Господь Господу моему, она абсурдна, она предъявляет каждому, кто услышит это, внутреннюю противоречивость и неполноту, и непоследовательность того учения, которое свойственно фарисеям и книжникам. Ну, по крайней мере, сегодня, на первый взгляд, мы примерно можем так себе представлять смысл разговора, потому что для нас-то ничего такого в том, что Давид говорит своему потомку господин, вроде бы нету, но мало ли кто, что кому говорит, у нас вовсе нет таких строгих представлений. Да, и люди, которые это слушают, понимают, что он предъявляет фарисеям их собственную непоследовательность и дает им возможность спросить самого Иисуса. Наверное, правильной реакцией было бы в этой ситуации спросить Иисуса, а ты как думаешь? Но вместо этого они уходят. Они уходят, потому что тоже не готовы к содержательному разговору с Иисусом об их собственном учении. Его критиковать и обличать они готовы, а вступить в дискуссию о своих взглядах нет. И заканчивается эта глава пронзительной такой нотой, где евангелист показывает нам, что вообще на самом деле среди всех этих дискуссий квази-богословских важно, потому что Иисус подозвал учеников своих, уже уходя из храма, показал им на женщину, которая положила две самые-самые мелкие монетки в ящик для пожертвований. Тот, куда люди состоятельные чаще всего демонстративно, чтобы все видели, опускали крупные суммы. И вот он им говорит, на самом деле в храм по-настоящему больше всех принесла вот эта женщина. Не те богатеи, которые от избытка своего что-то там отслюнявили, да, и даже не те умники, которые устраивают все эти дискуссии с Иисусом. А на самом деле по-настоящему близок к Богу вот этот самый бедный, самый нищий, самый последний человек, вдова, которая принесла то, что у нее было, все свое пропитание на день. Она действительно принесла Богу свою жизнь на деле, а не на словах.